здравствуйте я аня с вами жизнь барахольщика и сегодня я вам покажу настоящую винтажную елку и расскажу что означают и что приносят в дом все элементы декора любите ли вы новый год так как люблю его я как это не удивительно но вносить елку в дом по славянской традиции было не принято елка всегда была деревом магическим и связано было даже с похоронными обрядными традициями петр первый в 1700 году первый предложил украшать окна двери посады домов еловыми ветвями а в 1818 году была первая елка наряжена в россии женой николая первого александры федоровны она была из германии этот прекрасный обычай наряжать лесную красавицу привезла именно оттуда во время первой мировой войны елки отменили потому что к немцам было особое негативное отношение только они вошли опять в обиход пришла революция после революции елки опять запретили некоторые даже наряжали их в шкафах чтобы никто не видел это ходили с проверками зато в 1936 году детям решили устроить праздник только это уже была не рождественская елка а новогодняя бродский очень красиво написал из глубины вселенной другого ее конца звезда смотрела в пещеру и это был взгляд отца то есть соответственно звезда которая находится на вершине елки это вифлеемская звезда изначально мы знаем что она в дальнейшем была заменена на пятиконечную красную звезду символ красной армии а вифлеемская звезда обычно с четным количеством лучей она бывает и 4 лучевая и 6 лучевая и 8 лучевая то есть выглядит несколько иначе навершие для елки даже переходный период когда еще не знали что конкретно будут вешать на елку мог быть даже дед мороз он венчал елку как раз в рассказе ленин в сокольниках документально это подтверждено пики появились они появились 60-х годах после полета в космос то нам говорит традиция как это помогает конечно же звезда путеводная звезда для каждого человека украшайте свои елочки звездами или пиками говорят что это антенна посылающая желание прямо в космос а вот такие традиционные игрушки орешки до сих пор приносит к нам в скупку потому что их раньше выпускали сейчас очень любят почему потому что изначально елку наряжали именно вкусностями такими как печенюшки яблочки вешали на елку небольшие крымские орешки завернутые в золотистую фольгу потом уже игрушки в виде орехов и орех это символ божественного промысла то есть того плана который бог для нас задумал для того чтобы мы любили успешно и счастливо вешать такой орешек на елку мы всегда думаем о том что новый год задуман для нас очень хорошим обязательным атрибутом новогодней елки являются конечно же огоньки и свечи раньше это были свечи на вот таких вот подставочках знаете честно говоря не представляю как можно свечу вот такую с открытым пламенем на хвойное дерево поставить но тем не менее пожары случались а елку все равно украшали первая электрическая гирлянда появилась в 1895 году перед белым домом конечно же это советский гирлянда снежинки которые всем нам знакома по нашему детству это восьмидесятые годы тогда это были просто огоньки и лампочки вот какими были первые гирлянды в нашей стране гирлянды начали выпускать примерно 60-х годов очень интересная гирлянда где каждая лампочка представляет собой фигурку автомобиль это достаточно редкая лампочка собачка дирижабль он очень ценится у коллекционеров важно для коллекционеров чтобы краска не осыпалась видите как здесь и лампочки горели еще одна собачка с музыкальным инструментом домик шишка ну и традиционные овощи и фрукты которые есть на каждой елочке обязательно орешки у советских гирлянд часто перегорают лампочки у нас сейчас есть просто богатство в магазине от испорченных лампочек и мы можем себе позволить восстанавливать а раньше в ссср тяжело было найти лампочку для гирлянды их выкидывали сразу очень интересная вот такая примитивизм космический гирлянда времен ссср на тему космоса здесь есть и спутник и солнце и луна вокруг меча с надписью ссср и планета земля и ракета очень многофигурная такая гирлянда сначала я думала что она очень некрасивая сейчас уже я их очень ценю за их необычность и многофигурность конечно же сейчас выпускаются и другие гирлянды и свечи которые можно поставить на елку не боясь пожара вот такие например как на нашей елочки в европе очень модно было украшать елку вот такими птичками недаром очень много из гдр привозили вот таких чудесных птичек и они украшают елку единственное что у них есть такой момент что они приходили с вот такими вот хвостиками беленькими да но они все утрачены практически птичек коллекционируют любят это не очень дорогая игрушка но очень нарядные и очень красивые птички райские доносят наше желание до небес поэтому обязательно должна быть на каждой рождественской елке самым загадочным предметом на елке для меня является сюрпризница вот такая коробочка в которую можно положить какой-нибудь секретик например конфетку или любовную записку или даже предложение руки и сердца сюрпризницы это коллекционный материал их коллекционирует из-за такой незамысловатую коробочку можно получить очень много денег ангелы это традиционный атрибут рождественской елки вот такой ангел современные пластиковые очень много игрушек пластиковых современных нам несут стоят они в закупке абсолютно недорого и продать их довольно тяжело потому что в магазине есть большое разнообразие вот этот ангел сделан под винтаж хотя он современный примерно вот такие дореволюционные фигурки херувимчиков всегда продавались мордашка ребеночка да и крылышки у херувима по разным историям там 8 крыльев 6 и вот посмотрите советская игрушка вроде как это не ангел но как они похожи с дореволюционным сюжетом херувима называется это снежинка но в принципе издали то же самое то есть сохранялись традиции но убиралась религиозная подоплека конечно же на елочке ангел всегда будет исполнять ваше желание обязательно должен быть ищите своего ангела прекрасный символ рождества колокольчик это и благовест и малиновый звон каких только колокольчиков не приносят к нам в скупку например вот такие вот колокольчики я думаю что для животных на самом деле они но это хорошо потому что как раз животное окружали младенца христа и как раз под колокольный звон происходило его рождение именно колокольчиков животных про это очень много в литературе есть коллекционные колокольчики пуриховский колокольчики любят ценят за то что они отпугивают двух духов и все самое плохое поэтому хоть один колокольчик но обязательно должен быть на вашей елочке у каждого новогоднего украшения есть своя история вот такой вот советский дождик который был в моем детстве помните вот такие серебристые стройки красивые которые вешаем на елочку имеют старую историю изначально сделали в германии из серебряной фольги которая к сожалению тускнела и потом начали делать из меди покрывали тоже серебром какими-то составами резали на вот такие вот тонкие красивые ленточки из этих ленточек сворачивали мишуру то есть из дождика получалось мишура и первая мишура она еще была в 19 веке ими украшали елочки а мы такой мишурой медный мыли сковородки в советское время я вот как сейчас помню дождик очень красиво делает елочку очень нарядной легкой и загадочной переливаясь в огоньках есть такое чудесное украшение сейчас немножечко забытое это флажки сейчас я держу советские флажки с такими милыми тематиками вот котик играет на барабане медвежонок кушает какую-то пельмешку на детские тематики на самом деле великобритании украшали елку флажками еще 18 веке только эти флажки были флагами стран а потом они уже приняли рождественскую тематику колокольчики олежки звездочки и прочее 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 наши флажки конечно же представляли собой вот как эти например русские сказки емеля медведь обязательно присутствовал в русских сказках кот с гуслими и были еще флажки на агитационные тематики у нас их нет они очень быстро расходятся смотрите как нарядно и по-домашнему смотрится елка с флажками неотъемлемым украшением на елке именно русской и советской были конечно же бусы смотрите как красиво кстати бусы впервые произвели на елку именно в россии на заводе в клину где изготавливали различные камушные изделия то есть бусики дешевые стеклянные стеклышки для керосиновых ламп какие-то блюдечки и прочее начали делать вот как раз стеклянные бусина и мода на бусы стеклянные на елку вот посмотрите какие красивые бусы венградской фабрики просто как карамельки она уже перешла в германию а это был как раз вот девятнадцатый век и все уже весь мир вся страна весь мир вернее подхватил вот эту историю с бусами и бусы не украшают елочку теперь повсеместно а традиция пошла сара из россии посмотрите какие нежные конечно не такие яркие но зато какие благородные и тонкие чешские бусики на елку стекло намного тоньше и покрыто нежным крокелюрчиком конечно вот с российским советским стеклом их не сравнить они будут по-другому смотреться на елке тоже очень нарядно часто попадаются в коробочках с елочными игрушками вот такие пакетики серпантина изначально на бирже на парижской кто-то удачно поучаствовал в торгах и вот такие вот ленты биржевые на которых записывались сводки начали от радости кидать и получались вот такие красивые эффектные змейки потому что серпантин как раз от слова змея и есть вот такие вот чудесные ленточки украшали советскую елку это было очень модно и до сих пор они попадаются в коробки с игрушками что еще попадается в коробках с елочными игрушками которые приносят нам скупку конечно же конфетти конфетти от аппетитного слова конфетти конфетки в италии конфетами и за сахарными орешками всегда бросались во время праздников и каких-то победителей соревнований и так далее далее уже были гипсовые шарики камешками даже разноцветными кидались в 19 веке впервые было изобретено бумажное конфетти смотрите как красиво есть еще такие замечательные игрушки сюрпризы у нас клапушки всегда доходят уже хлопнутыми дергаешь за веревочку соответственно поджигается тампер техническое вещество и выталкивает конфетти зачастую и какой-нибудь маленький сюрпризик раньше там были конфетки могут быть какой-то платочек в моем детстве это были маски часто в коробках с елочными игрушками я нахожу вот такие шедевр и обожаю их очень часто на елке вешали вот такие вот замечательные веселечки подвесочки от люстр и они до сих пор приходят в коробках и это нормально потому что хрусталь очень часто использовали в елочных игрушках видите как красиво он переливается еще в коробочках нам приходит конечно же бенгальские огни или свечи бенгальские которые пришли нам к нам как раз из буддистской традиции там жгут определенные тоже свечки такие и загадывают различные желания просят различные просьбы поэтому обязательно свечи бенгальские должны быть на новогоднем торжестве хочется несколько слов сказать о снегурочке вот моя такая девочка она прошла со мной все детство ватная игрушечка конечно появилась она поздно уже советское время как спутница деда мороза а до этого это был просто мифический персонаж девочка слепленная из снега а потом она стала помощницы так как она помощница и тоже можно передавать различные желания и просьбы на новый год просим повесить на елку посмотрите на нашу винтажную елку на ней есть и снежинки и вот такой чудесный картонаш котик с конвертом спрятался за дождиком ежик аппетитная замечательная красная смородина символ плодородия сноб с серпом кошечка муренка все сейчас любят котиков печенье обязательно дед мороз поближе к верхушке поближе к нашим желаниям гд ровские птички с вот такими пушистыми новыми хвостиками русская матрешка посмотрите какая красивый орешек практически такой же как настоящий фольге гирлянды одни из самых любимых фонарьки сссеровские большие яркие аппетитная малинка смотрите какая красивая яркая свечка пирамидка забавная лисица с балалайкой белый медвежонок символ полярного севера еще один символ плодородия колос звезда наследие ссср корзинка полная фруктов такой чудесный мухомор даже не думается что это нехороший гриб очень красивый снежинка которая вторит ангелочкам цыпленочек смотрите это золотая рыбка тоже исполняет желание а это хрюшка с соской такая интересная такая маленькая кошечка в корзинке смотрите еще один серпомолот наследие ссср аппетитная клубничка и как это ни странно смотрите чешская вифлеемская звезда практически грибок-боровичок кролик красная шапочка желудь а это кто у нас это серебряная копытца которая высекает из-под копытец своих камушки часы неизменные без пяти 12 символ нового года белка песенки поет и орешки все грызет вот такая лампа с абажуром сочная красная гроздь винограда парашютист патриотическая тема модно и сейчас еще одна гдр-овская птичка символ нового года мандарин а здесь у нас спрятался соленый огурчик должен быть на каждом столе шишка маленькая птичка синичка нечастая игрушка соты с пчелкой очень красивая а рядом с ней огромный помидор практически сеньор еще одна птичка и как же без шариков смотрите какой маленький аккуратный цветочками рождественская новогодняя елка вся состоит из пожеланий добра счастья успеха благополучия и нового счастливого года мы все знаем что новый год и рождество она всегда вот здесь в нашем сердце жизнь барахольщика поздравляет вас наступающими праздниками желаете у самого-самого хорошего ставьте лайки и дизлайки смотрите нас пока пока